В эфире информационный выпуск Панорамы. Здравствуйте, меня зовут Денис Передонов и о самых актуальных событиях из жизни Алмазного региона расскажем прямо сейчас и коротко о главном. Вас снимает скрытая камера. Журналист Алмазного края проверил, реально ли в Мирном отоварится без маски. Мясная перспектива. В Ленске построили телятник на 200 голов. Крановщица и сварщик. В речном порту Алмаз-Дортранса семьи работают десятилетиями. И к первой теме. В Мирном появилась еще одна вакцина от коронавируса. Производство российское. С этой новости началось онлайн-совещание главы государства Владимира Путина с министрами. Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса. Это эпивак-корона. Я попросил бы Татьяну Алексеевну Голикову рассказать об этом поподробнее. Хочу отметить, что клинические исследования проводились на 100 добровольцах. В отличие от первой российской вакцины «Спутник Ви», которая является векторной, то есть произведенной на основе аденовируса, новая вакцина создана на основе одной из перспективных синтетических платформ. Она является пептидной вакциной. Состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков. Фрагменты, имитирующие вирус, обучают иммунную систему бороться с настоящим вирусом. При этом они безопасны для людей из группы риска, в том числе пенсионеров. Между тем, в исследовании первой вакцины уже приняли участие более 13 тысяч добровольцев. Препарат поступает в российские регионы. А российские ученые тем временем работают над созданием третьей вакцины. По данным регионального оперштаба, 15 октября в Якутии выявили 130 новых случаев коронавирусной инфекции. 83 заболевших находятся в столице региона, 4 в Мирненском районе. За сутки двое жителей республики скончались от COVID-19. В республике наблюдается рост заболеваемости не только COVID-19, но и ОРВИ. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Якутии. Пока среди причин негриппозные случаи, характерные для этого периода времени. Санитарные врачи связывают рост заболеваемости с формированием организованных коллективов детей. То есть с открытием детских садов и школ. Ожидают в регионе и вспышку гриппа. Пик подъема заболеваемости врачи ждут в ноябре-декабре. При этом прививочная кампания против заболевания продолжается. На 12 октября прививками против гриппа охвачено более 350 тысяч жителей республики. Это почти 37%. В их числе и почти 15 тысяч жителей Мирненского района. На 29 сентября привито уже более 14,5 тысяч человек. Из них 11 тысяч это взрослые и около 3,5 тысяч это дети. В 2019 году в конце сентября было привито 16 600 человек. Но здесь стоит учитывать, что прививочную кампанию мы начали в конце августа, в прошлом году. Добавим, что 15 октября завершилась прививочная кампания в медцентре Алроса. От гриппа привились более 6 тысяч сотрудников алмазодобывающей компании. Лидерами по прививкам стали сотрудники медцентра и Айхала Удачинского отделения УКС и Прииска ВГ. Вакцину в этих коллективах получили более 80% работников. Если вы не успели привиться, обрести защиту против гриппа можно до ноября в поликлинике по месту жительства. 20% мирненских индивидуальных предпринимателей не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы при обслуживании своих клиентов. К такому выводу пришла районная административная комиссия. Ежедневно специалисты отправляются в рейд по торговым точкам. С 9 октября проверять наличие средств защиты поручил глава республики. Как борются с нарушителями и легко ли в мирном купить что-либо без маски. Эксперимент съемочной группы «Алмазного края» в следующем сюжете. Пандемии более 8 месяцев. А в шашлычной на центральном рынке мирного разметка появится только завтра. По крайней мере, об этом заверил продавец. Разделительные линии помогают соблюдать социальную дистанцию. Поэтому они важны. Перчатки тоже. Ими пренебрегла продавец другой торговой точки. Рассчитывала покупателя голыми руками. Правда, увидев. Административную комиссию вмиг надела перчатки. Впрочем, проверяющих не проведешь. Вы нарушили, значит, нужно протокол составить на вас. Я ничего не нарушила. Я менял этот чат. Где вы меняли? Вы сфотографировали. Видео есть. На первый раз прощают. Нерадивым продавцам члены комиссии дают предписание. Если нарушение не устранить, бумаги передают в суд. За весь период проверок на рассмотрение отправили уже 74 документа. За ними кроется денежное наказание согласно административному кодексу. Штрафная санкция награждена от 1 тысячи до 4 тысячи рублей. На должностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Многие предприниматели терпеть такие убытки не готовы. Куда дешевле закупить средства индивидуальной защиты. У нас есть антисептик для клиентов, пожалуйста. И мы даже, если есть какие-то вопросы, раздаем бесплатно. Ну что, температуру нет? Да, если есть, если нужно, температуру померить. В том числе. Видя комиссию, да еще и в сопровождении телекамеры, многие предприниматели чтут букву закона. Но как ведут себя продавцы, когда не знают, что за ними наблюдают? По указу властей, обслуживать посетителей без масок запрещено. Но на деле за полчаса нашей съемочной группе удалось отовариться в трех местах. Маски, разумеется, убрали в карман лишь ради эксперимента. Почему обслуживаете? Это ведь угроза здоровью вашему и ваших клиентов. Не знаю, без комментариев. Нашлись и ответственные продавцы. Скажите, как часто попадаются люди, которые агрессивно настроены? Иногда бывает. И как вы с ними боретесь? Ну как? Мы уже все понимаем, поэтому просто скажем то, что мы без маска не обслуживаем. Любопытно, но такой отказ не будет считаться нарушением прав потребителя. Это на прошлой неделе подтвердила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Якутии. И упомянула, выполнение всех санитарных требований работниками сферы торговли и услуг позволит снизить распространение коронавирусной инфекции. Магазинам продавцы, которых проигнорируют правила, грозит закрытие. Прошу всех предпринимателей в своих организациях предупреждать и пресекать нарушения. Контролируйте соблюдение социальной дистанции в торговом зале и перед кассами, где должны быть разметки. Требуйте от своих работников оказывать услуги только в защитных масках и перчатках. Анна Брянская, Кирилл Шолохов, телеканал «Алмазный край». Ленские крестьяне довольны 2020 годом. Их порадовали итоги уборочной кампании. Теплое лето и обилие дождей сказались на урожае капусты, моркови и свеклы. Собрать удалось более 3000 тонн овощей. Это на 450 тонн больше, чем ожидали. Капусту рубят до сих пор. Сельхозработники предполагают, что дело в сорте. В теплицах тоже было жарко. Огурцы и помидоры собрали с 37 гектаров. А вот с картофелем повезло меньше. План по сбору урожая был 7820 тонн. Факт выполнения 7655,5 тонн. У нас нелебор по картошке составил около 165 тонн. Это связано с катаклизмом, который произошел у нас в селе Натора, когда оградом побило весь урожай, и жители не смогли на реализацию оставить себе картофель. Получилось оставить себе картофель только на собственное потребление и на закладку семян. Телятник за 23 миллиона рублей построили в селе Батамай Ленского района. Скотопомещение возвели в рекордно короткие сроки. Телятник позволит обеспечивать свежим мясом жители Ленского района круглый год. В каких условиях будут жить телята и почему животноводам станет легче работать, расскажет Марина Крутихина. Это первые жильцы нового телятника в селе Батамай. Всего здесь на данный момент находится 176 телят. Помещение 700 квадратных метров и рассчитано на 200 голов. Возможно, сами телята и не оценили переселение. Но вот сотрудники сразу увидели плюсы. Иван Сергеев работает здесь давно. Рассказывает, что работать стало намного проще благодаря современным технологиям. Механизированная раздача кормов, как вы сами видели, буквально занимает считанные минуты. Раздача кормов животным. Уменьшаем физический труд. Остается у животноводов больше времени на уход и прочие дела. Строительство телятника обошлось 23 миллиона рублей, 20 из которых из казны района. Еще три собственные средства предприятия. Построили помещение всего за два месяца. Теперь хозяйство круглый год сможет поставлять свежее мясо в магазины и соцучреждения. Перспективы у Ленского района есть. Тем более, что с 1 января 2021 года он переходит из группы промышленных районов в группу сельскохозяйственных. В этом году республика уже поддержала район. Летом завезли коров из Архангельской области. Сто голого коров завезено, уже начали териться и уже дать молоко. То есть племенная работа будет на базе АО «Батамайская». В будущем мы хотим даже делать племенное хозяйство для республики, для поставки холмогорского скота для республики Саха-Якутия. Впереди большая работа. Глава района поставил задачу в кратчайшие сроки в селе «Батамай» построить и ввести в эксплуатацию новый цех переработки молока сыроварней. В ближайшее время начнут возводить здания. Новоселье планируют справить до Нового года. Марина Крутехина, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». А на севере-востоке Якутии мужчина решил полакомиться не телятиной, а лосятиной. Незаконно. В Момском районе Сахатова застрелил рыбак. На него уже возбудили уголовное дело. Инцидент произошел в августе. В МВД установили. 56-летний мужчина рыбачил у реки Индигирка и заметил лося на противоположном берегу. Несмотря на отсутствие лицензии и то, что сезон охоты на Сахатова был закрыт, житель Якутии все же застрелил животное из ружья, а поймали мужчину сотрудники ГИБДД. Во время рейда они нашли в салоне его авто разделанную тушу. Эксперты оценили нанесенный им ущерб в 240 тысяч рублей. Подозреваемого оставили на свободе под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Продолжаем. На трех территориях республики закончилась навигация для маломерных судов. Речаленском, Мирненском и Олегминском районах. Теперь до следующего сезона всем владельцам лодок, катеров, будь то частные лица или предприятия, запрещено выходить на воду. За нарушение сроков навигации для маломерных судов предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Призываем воздержаться от поездок. Устанавливаются стабильно низкие температуры. Начался процесс активного ледообразования на водоемах. Специалисты ГИМС обращаются также к родителям. Необходимо усилить контроль за детьми, которые в условиях пандемии учатся удаленно и много времени проводят на улице. Они находятся в особой группе риска, так как проявляют неподдельный интерес к первому льду. Для героев нашего следующего сюжета навигация – часть жизни. Аллу и Дмитрия Шлыгиных, сотрудников Ленского речного порта, на родном предприятии знают многие. Она всегда на высоте, он знает подход к металлу. Она крановщица, он сварщик. Семейные династии здесь редкость. У Дмитрия стаж больше, это он привел супругу в порт 14 лет назад. Так работают до сих пор вместе, но каждый на своем важном переделе. Олеся Васева продолжит. Настоящая зарядка по утрам и вечерам. Чтобы добраться до рабочего места, Алла Шлыгина преодолевает 13 метров металлических лестничных пролетов. На такой высоте находится кабина портального крана. Прежде чем сесть за управление, обязательно осматривает машинное отделение. Здесь, как в автомобиле, перед работой нужно заглянуть под капот. Все должно быть в порядке. И с техникой, и с настроением. От высоты я не боюсь. Посмотрите, какая красота вокруг. Теперь можно и за руль. Вернее, за рычаг управления. Заходя в кабину крана, машинист уже знает, какая работа предстоит. Получил разнарядку, согласовался с тропольщиком. На какой площадке работать и какие грузозахватные приспособления использовать. У Аллы Шлыгиной это 14-я навигация. Каждая из них от 180 до 200 рабочих часов. Скучать некогда. Это интересно. Различный род груза. Обычно это цемент, контейнера. Это простой груз. А когда приходит техника или какой-то такой негабаритный, это интересно. Постоянно повышаешь свои навыки. В речной порт Аллу Шлыгину привел супруг. Оценил, как лихо она управляется с автомобилем. И подумал, с краном тоже справится. Сам он работает в порту с металлом. Опытный газоэлектросварщик в профессии 25 лет. Навигацию сварщиков работы немного. Мелкий ремонт. Настоящие объемы начнутся зимой. После выморозки судов в затоне речного порта работа Дмитрия перейдет в категорию экстремальной. Сварочные работы на корпусах плавсредств ведутся на улице, вырубленных во льду майнах. В любой мороз. Бывало так, что майна лопнет уже весна. Вот у нас там, ну и допустим, эхолот ставили. Ну майна просто сама по себе лопается, как бы это от нас не зависит. Это лопнуло, и вот у нас еще эхолот не поставлен. Ну вот там справлялись. Бывало по колену в воде. Ничего, все успевали, все решали. В последний момент и все спасали. Дмитрий с гордостью отмечает. Они с супругой честь большой династии. Здесь в порту работает еще брат и его семья. Поэтому о смене места работы никто не думает. Прикипели по-семейному. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». Эти и другие публикации доступны в социальных сетях «Алмазного края». Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!